В 1999 году была некая альтернатива и была политичка Нзига, то все следующие выборы, 2005-2011, как правило, те, кто в них участвовал в качестве спальних партнеров, после этого старались долгое время не появляться на публике, пока не забудется этот флер массовочности. Если на этих выборах повторится такая ситуация, то есть если, допустим, то, грубо говоря, тот же Перуашев, тот же Конуров, люди, которые были достаточно известны, откажут от участия в выборах и их партии будут представлять малоизвестные кандидаты, которые, в принципе, неизвестны даже партийным активам, по сути, будут, да, вот. А остальные ограничены, допустим, понятно, что СДП, выдвигая БАПИ, обвлекает заведомо кандидата, который не пройдет норму закона в выборах о наличии 5 лет стажного службы или выборов на дожастях. Поэтому есть Базильбаев, который, как правило, до регистрации не пытается дойти, да, вот. Но не возникли ситуации, при которой, допустим, будет там 2-3 кандидата, которые, то есть, настолько неизвестны, не широко общественности, то есть могут претендовать только на голоса своих, как бы, друзей и родственников, что все вместе они соберут, допустим, 2-3 процента и такая неизвестная, как бы, широкая аудитория сходу окажется, допустим, получит голосов 98-99 процентов, как, допустим, было у Ельбасы. То есть возник этот разговор, то есть, что выборы, когда-то не совсем демократичные и альтернативные. Ну, мне кажется, корректировка какая-то произойдет, фактор новизны представителя, значит, власти определенно, он тоже играет свою роль. Все-таки и наличие информации о потенциальных кандидатах благодаря развитию интернет-технологий и социальных сетей, оно все-таки сейчас имеет гораздо большее значение, чем раньше, когда о биографии кандидатов из листовках узнавали там или расклеенных там объявлений, или на месте, когда приходили голосовать, да, сейчас несколько по-другому, то есть, ну, и помимо этого нужно учитывать и требования, которые ужесточили кандидатов в президент. То есть, заявить о себе, как о кандидате сейчас может любой человек, и это не проблема абсолютная. Проблема в том, чтобы пройти ценз, набрать нужное количество подписей, а сейчас это более 100 тысяч подписей, да, 1% же там нужен, вот, от общего количества избирателей. Это, значит, вот эти цензы и возрастные, и языковые, и работа на госслужбе и так далее, карьерные, да, получается. Все это приведет к тому, что реально у нас действительно, ну, от 3 до 5 человек кандидатов будет, вот. Больше и не надо, в принципе, люди запутаются, хотя потенциальных кандидатов больше 10 вполне может быть, которые заявят о себе, да. Вспоминаю выборы 2005 года. Да, там еще больше было. Продолжение следует...